Сегодня у меня такой дорожный влог, так сказать, потому что мы едем на водопад Камин. Ну и сегодня у нас дорожная рубрика. Чё купили? Мы тут колбасимся! Да-да-да-да-да-да-да, не спортивка, садись, далась. Съехали с трассы, тут полный трешак. Короче, у меня тут небольшое кидалово, смотрите, тут болото. Эдис так вот выскочит. И кажется, мы подойдём просто, да? Сейчас, ты хесеньку. А-а-а! Итак, я первый человек, который первый открыватель болота. Я выскочила, пап. А чё ты дверь с собой не закрываешь? Потому что я выскочила по болоту. Ну нормально. Да, нормально, правда? Можно закрыть с той стороны? Туда просто я не хочу лезть. Я полезу, у меня чёрные кеды. Ну давай, эксперимент. Говорю, тут болото. Это ж трэш. А тут вот трэш надо же этот, по трэшовить? Листочки надо забывать. Сейчас достанем, не вон он. Ой, я Лилю копнула. А я только что поняла, что я под зонтиком, а там начался дождь. Мы только вышли идти к водопаду. Мы только вышли. Лиля тоже тут. Мы только вышли, и тут вот, смотрите, вот туда. Капкат. У нас тут классная крыша. Да, у нас тут просто великолепно. Тут ещё есть место. И болото. Ммм, кайф, болото. Я в болоте, а я нет. Это всё потому, что папа одел панамку. Да, это ты погоду используешь. Сейчас я выключу другую код. Не, включаются, не работают. Значит, это не из-за того, что папа одел панамку. Это из-за того, что мы невезучие. Знаете, почему мы невезучие? Потому что вы не поставили лайки, не подписались на канал. Да, это всё. Это всё из-за этого. Это всё работает. Сто процентов. Камера тоже решила покупаться, вот. Всё из-за этого, сто процентов. Так что подписывайтесь. И тогда дождь перестанет идти, наверное. Сейчас у нас идея такая, переждать чуть-чуть. Такая дождь немножко утехнет. Да, должник. Мы просто до водопада с сухими не дойдём. Так прикольно. Лёш. Одним словом, приехали. Йоу. Всё немножко капает дождь. Морый. Речка. Речка. Запах шашлыка. Тут вообще, смотрите, озёра. Озёра. Огроменные. Смотри, в озеро не вступили. Потому что ты умеешь. Кто я? Да. Ты умеешь. Я знаю. Я в тебе не сомневаюсь. Кстати, всё-таки, да, я здесь была. Я здесь была с одноклассниками ещё осенью. Та-дам! И всё. Я думала, что... Ладно, я тут была, я знаю. Я думала, что он будет чище, если честно. А он какой-то, ну, такое. Ну, зато он полноводный. И прям так... Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-блл. А тогда, когда мы были, он просто делал... А сейчас он так... Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Я надеюсь, что меня слышно. Потому что я сама себя не слышу. Ты тебя слышишь? Я? Нет. Чёртсяc я. Потому что сейчас он полноводный. И очень большой струй. И это всё пыль, которая там была. И оно всё так... Бл-бл-бл-бл. Да. Но вообще мне очень тут нравится. прям нереально красиво красота вообще только очень много людей мы туда не собираемся спускаться а я когда-то вон там вот фоткалась возможно где-то вставлю фотку со своей подружкой знаете что мне ина рассказала сейчас я еще не различаю до конца вот такие вот листочки это короче такое растение называется борщевик с него варят борщ шутка можно так жечься что будет полный пипец по болоту прекрасно тут слишком много машин просто нереальное количество но водопаде мы побывали сейчас идем вот такой вот тропой жесткой тропой глубоко в лес 350 метров вот такого трэш подъема и мы идем куда мы идем на озеро посмотреть на водичку но ну какой-то культурная красивая диана там было и говорит что там ваш картинки знаете на она как на картине где нарисован огромный лес и там посреди леса такая речка с маленьким озерцом вот это тоже самое ухтишка прикольно ну то есть разноцветная даже не желтая кое-какие листики это было ты в начале октября когда еще не все листики ну попадали не все листики прям пожелтели остались и красные и желтые и зеленые да мы сильные мы сможем там красиво это того стоит а так несколько нормально нормально мы сильные у нас дианой вообще рекордный забег в гору был прошлом году год назад не на первый звонок до ну почти вот чуть меньше год назад в гору поход в гору сколько 15 километров на городу ой на гору и 15 километров с горы это все мы лупанули за за сколько часов завтра не не 8 подожди поход длился с с 8 с 9 наверно они с 11 пришел с 11 и 8 часов мы были уже у подножия то есть спустились 8 часов вечера это мы так устали мы очень устали 30 километров пара поравнение 30 километров нужно еще ну так пройти скажем так очень-то довольно таки тяжело а то еще вот так вот когда карабкаешься в гору под нагрузкой когда надо грунт уходит из-под ног и скользко 2 зашквар да да вообще команда была сколько насчитывала человек то не всего 40 человек было в автобусе за взрослыми и с детьми получается и и выбралась человек 18 около 18 человек или 16 или 18 но большая половина сдалась на середине пути на треть пути короче но всяко разное было вот так вот спорт какой а вот воздух как раз то что надо лесной влажный прям песня конечно такой резючки идти романтики мало ну а ну того стоит реально девчонки держитесь до отцы отвыкли от мы от таких походов на дыхалка работает после что говоришь тяжелее а чё тяжелее не тренирован там и после карантина вообще расслабились слушать дыхалка у нас совсем такая когда диана школе училась она нахаживала в день минимум 10000 шагов минимум а то и 12 и 14 даже то она в том режиме классно было тренированное скажем так а сейчас сколько в карантине сколько дома находишь от силы 2000 шагов соответственно не дыхалка не ноги ничего не тренированы абсолютно все хорошо молодцы лилюся такая маленькая на молодец она держится она скарабкается до ничего но в такие горы вдов походы горный она ни разу не ходила поэтому сейчас прыгает как козлик главное не упасть лесной папоротник натуральный это мощно красиво овощи и правда катя подтягивается катя молодец и на флаг не бабу в плафин но бревнышки как раз в теме . красиво ничего мы добрались мы благополучно добрались для нащушку ндебай там ты сможешь дин осталось совсем чуток 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 шлёпся есть ты попала но ты в своем режиме мама тоже попала мне рассказывали про это озеро что она какой-то или сморганцовка или какой-то с такой штукой что здесь никто не живет чего увидела головастик плавал ну вот так и такие вот лягушки и так дальше здесь нету рыб в общем вот так вот выглядит озеро прикольное слушай красиво снимать сказку про водяного точно так рясочка смотрите натуральная рясочка вот все прям прям вот-вот собчики пики там где нельзя купаться и там не живут рыбы я не помню как она называется короче опасная вода стремная а там что произошло там его подстригли как-то так интересно стена такая из елок стоит а тут как тут осенью я знаю кто это подстриг бобры бобры они умеют валить деревья очень жестко жестче чем лесорубы и все так у них происходит они такие о по себе болотца сделали они же плотины умеют строить и они так сделали так так аккуратненько и тут должен бобер вообще-то стоять вот здесь и обелечивать всех так быстренько бабки заход смотреть сюда тоже плава платно потому что красота тут не мою на смотри головастики есть головастики я вижу жабки только жабы а рыб тут нету да ладно вот смотрите там возле пенька если видно головастики но голова чистенькая красивенько я тоже влёпался я такой на ветку стал короче у меня ветка просто и все а ты говорил постирай кроссовки а я себе их постирала чтобы сегодня было были еще раз грязные кроссовки еще раз бы стирала счетов прямо что ну конечно да зато будет что вспомнить тут чисто природа природа даже никто тут не курит не пьет в палатках там где-то в кустах палатка где-то прячутся короче люди там и под музыку засыпают подарит мы этого как его как и как и вот этот вот я знаю стрекочет господи насекомое такое она не кузнечик не кузнечик саранча не не саранча цикада не цикада сверчок сложное название жучка сверчок вот он сверчкид наверх у меня и футболка там грязная и штаны грязная короче квест удался ну чё отчитываемся как с каким и красивыми впечатлениями как мы свои кроссовки по состоянию обуви главное что никто не порвал отстирать всегда возможно про здесь очень красиво честно мне понравилось как с картины крутая горка крутые туристы все под контролем девчонки да да вообще круче всех а я тоже про это говорила когда мы забирались чтобы я не упала и кувырку в следующий раз берем резиновые кроссовки резиновые кроссовки знаешь как египте я сюда я по дорожке вот смотрите дорожка я по ней благополучно иду и довольно такие ровненько а вот там дорожка круче поэтому вы смотрите вы можете сильно болтыхнулся а ты помнишь как какая-то твоя учительница на каблуках как по таким горам без разницы учительница в ботинках с на каблуках на горы по таким дорогам а на новые кроссовки купила биленки камикадзе по-другому никак не скажешь это хорошо что мы пошли в магазин передать мне новые носки купили еще крокс а у меня еще лили еще раз там получается шесть пар носков так шесть раз можно взлетать на озеро машине переобувься переоденешь носки и все у тебя зачет на такой же запасные топотушки есть так конечно ваще на специальность я самая крутая потому что мы сходили в магазин мне очень нравится вообще круто мне здесь даже больше нравится чем торговом центре знаете мы за период карантина переосмотрели отношения к жизни ценности у нас поменялись мы теперь полюбили очень сильно природу приехали мы вот такой вот прикольный местечок вот так вот выглядит это вся красота горная местность речка течет полным ходом еще грязная потому что наверно после дождей сбор смывают всякая резвички девчонки вы все-таки наверное себе неприятностей на не только на кроссовки поймаете получилось шкрайка запустить кого-то да или просто камень под мы пошел красиво конечно да лес лес там лес на город везде лес правда рядом просто и она меня отвлекает вот трасса мне не нравится машины тут лишние так аля закрылись все я машины стоп я хочу слышать тишину природы машины тут ездят мне не надо я хочу разъездились а тут мне тут природа на вы же вдвоем как шурусники диана расскажи про тот сыр который ты чеддер вот этот пикник что мы говорили палочками очень вкусный на самом деле сырок у нас у меня не пикник а он еще такой копчененький да и печенька и клеточек пикник на природе алиля красный шарик нас есть красная шапочка ты красный шарик короче уже вечереет начало 10 у нас еще относительно светло как видите да вот такой вместе мы еще надыбали это прям вообще очень красиво девчонки пошли куда-то туда наверное когда полноводная вода когда вот снега сходят то наверное вода вот прям сюда заходит вот сюда да когда полноводие идет до когда идет полноводие прям много воды вода прям сюда а сейчас меньше воды а летом когда вот это все высыхает воды еще меньше становится вообще очень мало да я думаю пешком можно перейти в некоторых частях конечно него всех гальки да ну красиво вода холодная уже девчонки попробовали говорят холоднейшая вообще капец но она конечно она родниковая горная сбор сейчас стекает все в принципе грязная земле люди с палатками приезжают сюда машинах из палатки прикольно а там мы шли дальше были вообще там такие профессионалы занимаются рафтингом но это сплав на лодках таких надувных по реке там 5-7 человек лодки грибут веслами кто знает кто такой рафтинг если не знаете загуглите и вот они профессионалы там расставляют палатки даже туалет в виде палатки как-то так на фактах нашла ковского слизня синего голубой фиолетовый непонятного цвета красивый такой фиолетовый слизней водятся наверное только ли только в карпатах сто процентов больше мы нигде такого не видела ой и бебе вместе с тем красиво очень уй спрятаться может быть у него это ракушка отрастет и он станет улиткой и но вряд ли да пункт тун притон